Люди, добрый вечер! Сегодня будет очень интересный материал, и мне очень жаль, что многие люди, которых сегодня нет, не услышат его. Я назвал этот материал «Здесь и сейчас». Дай Бог нам его сегодня закончить. Он очень большой. «Здесь и сейчас» — это единственная точка, в которой человек прикасается к бесконечности и вечности. Эта точка всегда с человеком, и не должен он искать на земле место, в котором бы его внутренняя работа была более успешна, чем там, где он находится. Он всегда с собой носит эту точку здесь и сейчас. Эта точка в его духовном сердце, и человек может осознать её только тогда, когда его позовёт Бог. Каждым человеком зол Бога может быть воспринят только тогда, когда он внутренне готов услышать Его. И каждого человека для встречи с собой также готовит Бог, без годий и намерений которого человек никогда не поёт путём своего истинного предназначения. Эта подготовка происходит и под влиянием истинного Я человека. Если человек избран божественным, то ничто не может быть препятствием его пробуждения и последующей устремлённости к той работе, которую для него предназначил божественным. Работа духовного искателя изначально определяется Богом, который ведёт человека от его рождения и до точки здесь и сейчас. Дальше вы поймёте значение этой точки здесь и сейчас. Нам почему-то... Мы почему-то не придавали этому большого значения. И для нас здесь и сейчас, когда мы читаем философии, в индийских философиях всевозможных, здесь и сейчас, ну, это звучало как нечто привычное. Хотя на самом деле мы не понимали, и, может быть, и сегодня не понимали, что же это такое. Вот здесь я раскрываю смысл здесь и сейчас. И почему именно от рождения и до встречи с этой точкой здесь и сейчас ведёт человека Бог. Именно вот до этой точки здесь и сейчас. Он и дальше ведёт, но это первый этап, очень важный для человека. Работа духовного искателя изначально определяется божественным, который ведёт человек от его рождения и до точки здесь и сейчас. Ну и после того, как человек проходит через врата здесь и сейчас, тут я как бы проговорился, что здесь и сейчас это врата. Божественный продолжает вести его по пути полной его трансформации от человека разумного к человеку гностическому. Таким образом, духовная работа человека делится условно на два этапа. Первый – от рождения и до точки здесь и сейчас. И второй этап – после прохождения врат этой точки. Рассмотрим цепочку событий и процессов до врат точки здесь и сейчас. Вы знаете, однажды, это было давно, меня кто-то из зала спросил, если не ошибаюсь, это было уже в этом зале. Пётр Григорьевич, а когда вы встали на духовный путь? Мне вопрос показался интересным. Я решил, я сразу ответить не мог, пообещал, что отвечу потом, я ответил потом. Я, значит, оглянулся в своё прошлое, вспомнил эпизод, который был, может быть, возможно, лет 40 тому назад. Когда у меня всегда была хорошая библиотека, да, это, пожалуй, было лет 40 тому назад. И я, просматривая литературу, нашёл у себя сам издательскую книгу Шри Урабинда, или, называлась она так, или «Путешествие сознания». Это сам издательский вариант. «Блуждание разума». Или «Блуждание разума», да, 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 совершенно верно. Это, наверное, ты её по сумме хорошо помнишь. Нет. Просто она в сам издательстве так называлась. Да, да. Я её прочитал, и для меня она была как некое откровение, после которого у меня много литературы было всевозможных восточных философий, по магии, там, и чего только не было, ну, такой эзотерической литературы. Я всю эту литературу, от всей этой литературы очень быстро избавился. Она мне стала не нужна. Вот это самое главное. А в дальнейшем фактически всё, что я делал, это я, или собирал литературу в этом же направлении, работы, самые издательские, работы Шриура Бинда и некоторые другие работы Сатпрема. И вот можно сказать, что с тех пор я иду этим путём. Но для меня интересно другое. А как я пришёл к этому, к этой точке, к этой встрече? Ведь меня к этой встрече опять-таки Бог привёл. И я думаю, что если бы я не оказался в этот период на Урале, я на Урале эту книгу прочитал впервые, то как я попал на Урал, опять-таки, какие причины меня мотали по всей Великой России. И я увидел, что если бы я где-то иначе выбрал свой путь, то в этом случае я бы не столкнулся с той точкой, где я прочитал эту книгу Шриура Бинда или блуждание разума. И не только. Вот я избрал для себя медицину. Ну, я говорил об этом, что очень рано у меня был страх, что я уже прожил 10 лет, и я ничего ещё не сделал. Когда календарь попался, вот отрывной, для меня вдруг пришло такое яркое сознание быстроты времени. Что время течёт невероятно быстро. Вот прошло уже 10 лет, как промелькнули. Когда глядываешься назад, оно всегда кажется очень коротким. Когда вперёд смотришь, кажется, впереди, Бог знает, сколько времени. И опять-таки, это ведь тоже не напрасно. Если бы я не пошёл в медицину, стал бы инженером, моя судьба... Я мог стать инженером, потому что я был очень хорошим математиком в школе, но моя судьба была бы совершенно другой. Всё было бы абсолютно иначе. Поэтому мы можем сказать так, что мы на духовный путь встали от дня своего рождения. Потому что именно со дня своего рождения можно так сказать, наше психическое существо избрало нас для вот этой работы. И оно психическое входит в супружескую пару, где должен родиться человек, который будет делать эту работу. Психическое существо живёт вне времени и вне пространства, привычного для нас. Поэтому для него известны и наше прошлое, и наше будущее. Петр Григорьевич, Вы сказали, что Вы первый раз 40 лет назад примерно прочитали эту книгу. Но Вы же занимались её профессиональным переводом. Не я занимался. Ну, Вы организовывали, принимали участие в этом. Да. Но её переводы были и прежде, и до меня, но они были настолько плохие. Вот я Вам расскажу. Нам достался один перевод. Мы с Валентиной, это уже позже, потому что мы с ней живём вот 34 года. Ну, где-то лет 30 тому назад нам достался один перевод, который сделан был очень-очень давно. и который нам привезли из Латвии. Оттуда позвонили, что у них есть книга, не Сатпрема, другая книга Шириурабинда. Они привезли, мы пытаемся понять, что-то в этом переводе, это даже не подсрочник, который современный компьютер может сделать подсрочник в любой книге. А кто-то переводил. И мы сидим с ней и пытаемся понять, что там переведено. И в некоторых случаях, ну, например, некоторые работы матери, которые нам достались вот в таких переводах, я потом заказывал другим переводчикам, которые заново переводили, чтобы что-то можно было прочитать. С чем это связано? Почему так плохо переводилось прежде, я не могу сказать. Почему так непрофессионально? И неужели переводчик был удовлетворен тем, что он переводит? Тема была не наработана. Может быть, может быть и так. Но практически все книги, которые даже я сам занимался, сам издатом, я оплачивал переводчикам. И один из них, Смирнов, был такой переводчик, и он переводил некоторые книги. Только потому, что предшествующие переводы были совершенно нечитаемы. Я думаю, у нас сам издат был всегда в советское время. Потому что очень многое у нас не печаталось, не разрешалось, ведь у нас все-таки цензура была очень строгая в советский период. Но мы даже такому, сам издату, были рады. Когда мне привезли из Латвии книгу, говорят, мы ничего не поняли, может быть, вы что-то поймете. Перевод на русский язык. Правда, и мы тоже ничего не понимали, вдвоем сидели, ломали голову. О чем это там написано? Это была книга Шриура Бинда «Синтез йоги». Очень объемная, большая. Я думаю, надо же, хватило терпения у человека переводить вот то, что он сам ничего не понимает. И тем не менее, он всюду книгу такую напереводил. То есть, я хочу сказать, что каждого человека, который для себя избирает духовный путь, это не человек его избирает, духовный путь, а Бог его избирает для своей работы. И хочу заранее сказать, об этом у меня тут нет, многие люди неправильно понимают, что человек, идущий внутренним путем, это инструмент Бога в его работе здесь на земле. Совсем не так. Абсолютно неправильный перевод. И так же, когда мы говорим «раб Божий», не раб, а работник Божий. И дальше, ни один человек, идущий духовным путем, не является инструментом, которым управляет Бог. Ну, как для нас с вами, например, лопата, топор, пила, и какой угодно еще инструмент. Инструмент – это нечто несознательное, а мы сознательные. И мало того, мы не просто делаем работу Бога, а мы участвуем в своей собственной эволюции. Это как этот инструмент участвует в своей собственной эволюции. У нас много очень в наших современных переводах, много есть вот таких, ну, совершенно неправильно выраженных мыслей, которые иногда отталкивают читателя. Мне приходилось смотреть в интернетовских всяких там материалах, где люди даже возмущаются, они не хотят быть инструментами, они хотят оставаться людьми. Поэтому человек, ведущий духовным путем, это не инструмент Бога, это сотрудник Бога, сознательный сотрудник. Работа духовного искателя изначально определяется божественным, который ведет человека от его рождения и до точки здесь и сейчас. Это очень важная точка. Но и после того, как человек проходит через врата здесь и сейчас, божественное продолжает вести его по пути полной его трансформации от человека разумного к человеку гностическому. Таким образом, духовная работа человека делится условно на два этапа. Первый, от рождения и до точки здесь и сейчас, и второй, после прохождения врат этой точки. Итак, психическое существо или истинное я человека, проходя человеческие жизни, получает необходимый для своего роста опыт. Как вы думаете, что такое опыт? Я отвечу одним словом. Это знание. Тот опыт, который мы получаем, это опыт знания. Это не информация. И информация нам дает только информацию. А знания, вот почему некоторые, например, закончил вуз или там какое-то среднее учебное заведение, а потом уже истинные знания он получит на производстве, где он практически применит ту информацию, которую он получил в свое время в учебном заведении. И окажется, что вот те знания, которые он там получит на производстве, они могут полностью не совпадать с тем, что он получил в институте или в техникуме. И в этом случае мы человека можем рассматривать как средство для роста и созревания психического существа. Психическое существо, только проходя через человеческие жизни, может стать более зрелым, более совершенным, ну как бы взрослеть. Но критический ум человека может отнести подобного рода взаимодействие человека и психического существа не как симбиоз, а паразитизм, в котором жертвой является человек. Как бы психическое паразитирует на человеке. Я такое слышал, поэтому решил здесь об этом сказать. Поэтому здесь следует дать очень важное уточнение. психическое существо совершенствуется, проходя через человеческие жизни, совсем не для того, чтобы стать совершенным для самого себя, а для того, чтобы выполнить свое предназначение, то есть быть проводником человека разумного к человеку гностическому. вот для чего оно берет опыт, проходя через человеческие жизни. То есть оно жертвует полностью собой. Оно не для себя живет, оно для человека живет. Психическое существо живет в вечности, поэтому оно знает как прошлое, так и будущее человека, с которым оно взаимодействует. Поэтому оно еще до зачатия новой жизни, на судьбу, которой оно будет влиять, выбирает будущих родителей. Развитие психического существа связано с опытом, который оно усваивает проходящую ряду человеческих жизней. Будучи частицей божественного сознания, оно своими высочайшими вибрациями изнутри воздействует на сознание человека, и этим самым повышает уровень его вибраций. Обычно частота вибраций в сознании обывателя соответствует частоте вибраций мира, с которым он взаимодействует, что создает у такого человека состояние подчиненности внешним обстоятельствам. То, с чем мы созвучны, мы можем или подчинять то, с чем мы созвучны, или сами находиться в состоянии подчинения. Внешний мир по своим масштабам значительно превосходит отдельного человека, поэтому обыватель обычно находится в подчинении у внешнего мира, они созвучны друг к другу. Но в тех случаях, когда сознание человека под влиянием психического существа приобретает более высокие вибрации, для человека многие естественные для обывателя значимости теряют свою ценность, и человек начинает искать во внешнем мире те ценности, которые соответствуют его более высоким интересам. Почему более высоким интересам? Психическое существо придаёт сознанию человека более высокие вибрации, которым во внешнем мире аналогов по частоте вибрации не существует, или существует, но очень редко где. И тогда человек начинает искать то, что соответствует этим более высоким вибрациям. Он ходит куда-то на лекции, ищет какую-то литературу, чтобы, то есть на самом деле он стремится узнать то, что совсем не интересно обывателю. Вот он сидит, закрыв глаза, усатый вот этот человек, практически, когда он стал старобрядцем или старовером, кем ты стал в своё время? Ну, бородатым ходил. Ты как называл себя тогда? Они назывались староверами. Так, они назывались староверами. Значит, он назывался старовером. Ведь на самом деле он был ищущим, он искал. В нём есть все вибрации, частота тех вибраций, которые не удовлетворялись тем, что было вокруг него. Поэтому он пошёл к староверам. Но увидел, что и там та частота вибрации, которая в нём продолжала звучать, и там он не нашёл созвучия. И ушёл оттуда, как колобок. Я и от одного ушёл, я и от другого, и от третьего. Ну, все люди так, когда ищущие люди, они все как колобки, все без исключения. Таких людей называют ищущими или духовными искателями. Хотя они сами так себя не называют, потому что ещё не осознают, что Бог ведёт их к самому себе. Когда мы читаем или говорим, что Бог создал человека, то идея создания звучит как нечто завершённое. Бог создал человека. Значит, идея создания звучит как нечто завершённое. Создал человека, создал Вселенную. Это значит, завершил, закончил, реализовал, осуществил. А дальше что? Для чего он создал всё это? Дай, думаю, создал, как в фильме, помните? Дай, думаю, совру. Это когда деревья были большими называются, кажется, в фильме. Дай, думаю, создал. Создал, а дальше плодитесь, размножайтесь. И в этом напутстве человек ничем не отличается от других живых существ, даже микробов. Правда, он поставил его владыкой над всеми тварями земными. Дал ему власть, которая для самого Создателя имела, по-видимому, очень большое значение. Он поделился тем, что имел сам. Тем, что имело для него самое большое значение. Кстати, о власти. Если человек стоит на духовных позициях, то власть для него не имеет никакого значения. Это очень интересно. Действительно, человек, идущий духовным путём, он ни в чём, никогда не опирается на власть. С духовных позиций важными являются знания и гармония взаимоотношения со всем сущим. Власть это насилие. Здесь, возможно, последует возражение, что, используя власть, можно гармонизировать отношения всего живого. Другими словами, можно принудить гармонию. Это опять насилие. Но такого рода гармония будет только внешней. Внутренняя истинная гармония всегда основана на добровольном, ненасильственном согласии, которое воспринимается человеком как совершенно естественное состояние. К этому согласию человек не принуждает себя сам и не испытывает принуждения откуда-то ещё. Его никто не принуждает. Ему нравится быть в гармонии со всем сущим во Вселенной. Мы очень часто не осознаём, что не противостоим лжи и насилию этого мира. Только потому, что внутри нас есть согласие с этой реальностью мира. Когда мы думаем, что привыкли к реальности, которая нас окружает, и она стала естественной для нас, то это можно понять как наше согласие с тем, что происходит вокруг нас. У нас всегда будет возникать состояние отторжения того, с чем мы не согласны. Но нужно помнить, что мы согласны с реальностью этого мира только потому, что мы созвучны ему. Когда мы привыкли к нему, это не значит, мы претерпелись. Совсем нет. Для нас этот мир стал естественным. А если взять, например, время лет пятьдесят назад, и потом показать кусочек этого мира, что вы будете жить вот в таком мире, мы бы сказали, ужас, это невозможно, чтобы мы в таком мире жили. Но со временем мы постепенно, постепенно как бы перенастраивались, мы стали созвучны этому миру. Если мы в этом мире видим ложь и насилие, то только потому, что внутри мы стали подобными этому миру. Поэтому он для нас естественный, этот мир. Петр Гогольевич, принятие и согласие, принятие мира и согласия, как бы разница между... Ну, немного подожди, я еще не все раскрыл по поводу согласия. Мир, в котором живут люди, не имеет естественной гармонии отношений. Он весь пронизан эманациями власти и насилия. Не мог Бог, создавший человека и все сущее на земле, дать власть человеку над всеми созданиями, обитающими на нашей планете. Потому что власть это не божественный, а сатанинский принцип. Я это подчеркиваю, чтобы вы это навсегда запомнили. Власть это не божественный, а сатанинский принцип. Этого принципа и реализация этого принципа никогда не приведет к божественной гармонии всего сущего на земле. Следовательно, ветхозаветный творец изначально посеял на земле принцип насилия и дисгармонии. Он дал власть, который в современном мире достиг своего апогея. приятие это когда мы смиренны. Когда я принимаю этот мир как школу. Я смиренно принимаю, я ничего не отвергаю, только потому, что этот мир может служить для меня школой. Понятно, да? Здесь слова ветхозаветный творец взяты в кавычки, потому что не может истинный творец утверждать принцип насилия и дисгармонии. Обратите внимание на гармонию живого организма, все части которого, начиная с клеток и кончая органами, гармонично взаимодействуют друг с другом, а управление всем организмом не содержит в себе никакого насилия. Но как только в организме появляются клетки, ведущие паразитический образ жизни, это болезнетворная микрофлора, например, злокачественное образование, проявляющими власть над окружающими их тканями организма, организм заболевает, так как в его тканях исчезла гармония отношений. Тогда можно назвать современное человечество больным? Можно, но так же, как и человек, чтобы стать внутренне гармоничным и здоровым, должен освободиться от болезнетворных факторов. Так и человечество должно вылечить себя, осознав суть своего заболевания и его истоки. Мы больны, все больны, и мы не понимаем того, что больны. Нам кажется, что высшая социальная система, которая сейчас называется капитализм, что на самом деле это и есть то высшее, к чему шло человечество. Правда, сейчас появилось много работ, говорящих о том, что эта система подходит своему концу, что она изжила себя, что она привела все человечество в тупик. Но у Бога ничего не бывает случайным. И Бог никогда не ошибается. Поэтому современный мир и человек в нем могут рассматриваться с духовных позиций, которые расставляют все точки над роды. Если мы начнем с духовной позиции рассматривать, то мы очень многое поймем. Когда мы читаем о создании человека и на путь с его Богом плодиться и размножаться, то мы понимаем, что это только миф, творцами которого были недалекие люди. В этом мифе нет места для эволюции. Все создано таким, как есть, раз и навсегда. В действительности неизменность невозможна, так как все живое постоянно эволюционирует, а любая эволюция обязательно имеет определенное направление. Следовательно, человек, будучи живым существом, также эволюционирует. Но в отличие от других живых существ на Земле, человек является разумным существом, способным к самоосознанию. И эта способность, отличающая его от других живых существ, дана ему не случайно, так как его дальнейшая эволюция должна совершаться с использованием этой его возможности в самоосознании. Так как ничто в этом мире не случайно, то всевозможные противоречия этого мира, его ложь и насилие также для чего-то нужны. Можно рассматривать все происходящее в этом мире как раскрытие определенных его возможностей. Но для чего-то это раскрытие возможностей необходимо, и так как все в мире взаимосвязано, и как мы уже говорили, не случайно, то сам собой напрашивается ответ, в котором раскрытие возможностей внешнего мира и способность человека к самосознанию имеют одно и то же предназначение. Я их связываю вместе, потому что на самом деле те возможности в мире, которые реализуются, и способность человека к самосознанию очень тесно связаны друг с другом в человеческой эволюции или в божественной эволюции. Внешний мир следует рассматривать как условия, в которых человек не только живет, но и определенным образом реагирует на его влияние. И эти реакции он может в себе осознавать. А так как реакции в человеке возникают только тогда, когда они созвучны вибрацией внешнего мира, мы об этом много раз говорили, у нас появляются какие-то реакции только тогда, когда мы созвучны с тем, что вызывает эти реакции. То реальность, в которой обитает человек, становится для него проявителем различных его особенностей или возможностей. Следовательно, внешний мир с его постоянной изменчивостью позволяет человеку познавать себя таким, как он есть в действительности. Но само по себе изучение своих психологических особенностей, своих желаний и влечений и всевозможных проявлений эго еще ничего не меняет. Я могу все знать о себе, ну и что? Ну и знать себя на здоровье. Это ничего не меняет. У человека должна быть определенная цель, без которой человек будет как корабль без руля и без витрил, да к тому же еще и без компаса. Будучи обывателем, он свою цель будет в этом мире с его материальными ценностями, потому что созвучен этому миру, но все может измениться, если в человеке появится звучание, не созвучное этому миру. Например, когда психическое существо трансформирует сознание человека настолько, что частота его вибраций станет значительно превосходить звучание окружающего человека мира. Тогда у человека произойдет переоценка ценностей. Вот что первое происходит, когда психическое изменит частоту вибраций нашего сознания. У человека происходит переоценка ценностей. Он уже перестает оценивать этот мир таким, как оценивал прежде, как оценивают его большинство обывателей. Очень часто это выражается в несогласии человека с тем, что происходит. У тех, у которых очень легко наступает согласие, они ничего не переоценивают, если можно так сказать. Они приспосабливаются к этому, становясь созвучным тому, что происходит во внешнем мире. А у кого-то это не потому, что он там придерживается старых традиций, совсем нет. Есть некие истины, которые неприходящие. И тысячи лет будут проходить, а эта истина, она останется всегда истиной. Например, то, что мы называем моралью. Эта истина неприходящая. И она имеет под собой очень строгую не только психологическую основу, но и физиологическую. И на эту тему я с вами много раз говорил, сегодня повторяться уже не буду. А в чём же подкрепление морали этой физиологической истины? Мы об этом много раз говорили уже. То есть мораль это нечто производное, это вторичное. Но у нас человек так устроен. Мы берём и вторичное, производное, более подвижное. меняем и отсюда мы как бы забываем исходную часть этой морали, откуда она взялась. Мы даже выбрасываем из своего сознания, из своей истории, и тогда мир для нас предстаёт совершенно другим. Вот например влияние морали на потомство. Вы наверное знаете, возможно сейчас Георгий, сегодня есть такие цифры, официальные цифры, что у нас в России более 70% рождающихся детей имеют врождённые всякие формы патологии. Но не было 50 лет вот такого высочайшего процента патологии. Почему она стала? Изменилась мораль, которая повлияла на поведение как мужского, так и женского населения. И в конечном счёте это привело к этой патологии. Психическое существо, изменив сознание человека, придав ему более высокую частоту вибраций, всё это приводит к тому, что у человека появляется надобность, необходимость в переоценке ценностей внешних или значимостей. И у него появляется тогда уже другая цель, уже не в этом мире. Те цели этого мира уже перестают его удовлетворять. Возможно, первыми шагами на пути к приобретению иной цели приведут человека к религии. Он же ищет, поэтому уходит например в религию. Но если человек будет искренним в поисках истины, то ему будут даны знания, определяющие направление к истинной цели. Ещё раз хочу повторить, что сам человек никогда не станет духовным искателем, так как будущий обывателем по уровню вибраций сознания будет стремиться только к тому, что есть в этом мире. Всегда человек становится на духовный путь только тогда, когда меняется его сознание, меняется изнутри, и он даже не знает, почему у него оно изменилось, а его истинное я и сфотболисть сзади, незаметно, оно действительно находится позади нашего сердца, меняется сознание человека, и человек вдруг замечает, что он уже не такой, каким был прежде. и интересы другие, и влечения в этом мире, все-все меняется. И для того, чтобы подняться на ступень выше, и осознать истинное направление, он должен получить помощь свыше. Все изменилось, а что дальше делать? Он же не знает. Его не удовлетворяет то, что есть, и его, даже, может быть, его понимание этого мира тоже не удовлетворяет, но он не знает, а что же правильным является в этом мире. И вот тогда приходят конкретные знания, не в виде каких-то там слов, что ему кто-то там говорит, там внутри. Это, если у человека появился голос внутри, о чём-то говорящий, такого человека надо лечить. На самом деле, на духовном пути в такой форме знания не приходят. В заведущем случае, очень редкий случай, когда человек получает инструкции, что делать дальше в виде слов, ну, когда другого способа не существует, когда используются слова, но так, чтобы знания регулярно человеку давались в виде слов, такого не бывает. Знания приходят сами, и он эти знания обязательно получит, потому что каждого человека для духовной работы выбирает Бог, и не только выбирает, но и направляет, не позволяя ему отклониться от нужного пути. Вот тут есть интересные способы, которые, если человек знает, я тут об этом и пишу, но я вам с вами поделюсь, которые, если человек знает, он может их использовать в своей практике, даже в выборе своего пути. человек может, ну, к этому нужно, чтобы его намерение было очень тесно связано с этой техникой. Например, так, человек твёрдо уверен, что ответ на свои вопросы, для ответа на свои вопросы он может найти в обычной литературе. Для этого необходимо иногда специальную закладку использовать, для этого необходимо, значит, просто закладкой проводить по книге и где она раскроется и он читает, предположим, на правой стороне, что здесь будет ответ. Разумеется, очень часто иносказательный ответ, непрямой, но если он верит в это, если он полностью доверяет этому способу, в этом случае он будет получать ответы, которые ему соответствуют. Другие бросают монету, орёл или решка. Если он верит этому, то не будет вот такой, что я бросил монету сто раз, где-то в среднем пятьдесят будет орлов и пятьдесят решек. Если он верит этому, то в этом случае будет получать соответствующие ответы. Я не бросаю орла, то есть монету, я не бросаю, если у меня возникают вопросы, и я не ищу в закладках, в книгах ответ, вот так вот закладывая или раскрывая книгу, в каком месте откроется. Я про себя говорю, потому что я этому верю, и со мной происходит именно так, как я верю. Я знаю, что мне всегда придёт ответ на мои вопросы в моём сновидении, в моих сновидениях. И они всегда приходят мне в сновидениях. Но настолько прозрачным является это сновидение, что, как говорится, и ежу понятно, о чём там в этом сновидении говорится. Такой маленький пример, что действительно в сновидениях, такой маленький пример. Вчера я очень много уделил времени этой точке здесь и сейчас, к которой я постепенно приближаюсь. На самом деле человек в течение иногда всей своей жизни приближается к этой точке здесь и сейчас. Я приближался не на уровне ума, а на уровне чувствования, на уровне осознания, на уровне как бы глубинного видения этой точки. И это состояние вызвало у меня внутри нечто необычное. У меня такое появилось ощущение, это было уже достаточно поздно вечером, появилось такое ощущение, что я внутри весь застыл, не от холода застыл, а застыл, как стал абсолютно неподвижным. Я хорошо знаю, что точка здесь и сейчас это состояние неподвижности внутренней, состояние глубочайшего внутреннего покоя. И вот фактически возникло это состояние, потому что я его искал, я его исследовал, не состояние, а эту точку, я к ней стремился. И она ко мне пришла, вот я это осознал. Склю ночью, мне снится, что у меня, я нахожусь в большом-большом помещении, это моя комната, в которой, ну на самом деле, когда мы видим помещение, то это наше внутреннее помещение, внутреннее пространство. Мое внутреннее пространство, это колоссальный зал, и над головой потолок, я знаю, что там есть потолок, но когда смотрю, я вижу, очень ясно, у нас небо всегда голубое, с такой сероватым оттенком, потому что все время есть какой-то дым, смог над нашим городом, здесь очень ясное небо, такой потолок у этого помещения, стены так раздвинуты, все это залито ослепительным светом, я смотрю вперед на противоположную стену, и вижу, там далеко-далеко цепь снежных гор, именно снежная целая такая цепочка, это моя комната, это мой внутренний мир, почти беспредельный, но мало того, я вдруг осознаю, что я на полу не стою, я где-то на уровне метров двух над полом вертикально нахожусь, я не вешу, я стою, я чувствую себя устойчиво в этом положении, в сновидениях была мне показана вот эта точка здесь и сейчас, это понятно вам сейчас, что на самом деле в этой точке мы встречаемся с нечто бесконечным, бесконечным, который несет в себе ну я бы так сказал, всю вселенную, вот этот внутренний мир, когда стены, комната залита светом, а над головой потолка на самом деле нет, а вот это небо, а впереди ты смотришь на стену, там тоже стены нет, может быть десятки или больше километров, вот эта цепь горных снежных вершин, это интересно, интересно, только потому, что я в это верю, что мне всегда во сне будут даны те знания, которые мне необходимы, или те переживания, которые я должен пережить, но опять-таки ради знаний, у каждого человека по-своему, когда вы встречаете в интернете, в магазинах, что всякие толкователи снов, никогда не покупайте их, и никогда не верьте тому, что там написано, каждому человеку сны снятся в его символике, и эту символику он сам понимает, когда там некоторые из этих сонников имеют 100-200 лет, то тогда многого того, что сейчас есть, не было, и там свои символы, которые никак не соответствуют нашей сегодняшней реальности, но что вы изберете, вот что вы изберете, вот в такой форме вы и будете получать ответы на свои вопросы, но разумеется, для этого необходимо время, просто так вот спросил сегодня о чем-то и тут же получил еще ответ, ничего подобного, вы должны поверить в это, поверить не умом, а поверить в это, что вот эта вера должна вас целиком захватить, и тогда вы точно будете получать ответы в своих сновидениях, или неважно, с этой монетой будете получать ответы, скажем так, утром я после завтрака всегда пью чашку кофе, один раз в день, я два раза это не делаю, пью чашку кофе, и разумеется, всегда предлагаю жене тоже, что ты будешь пить, она всегда берет монету и бросает ее, если упадет на орла, буду пить, значит я делаю на другое чашку кофе, решка не буду пить, и так как она, и вот что интересно, бывает так, что дней 10-15, а иногда целый месяц все время решка, и никак, вот никак эта статистика, где орел и решка, они как-то должны быть процентов 50, не получается, только потому, что она для себя выбрала этот символ, и этот символ для нее работает, это я говорю для вас, вы тоже можете избрать для себя символ, но этот символ не должен быть каким-то заумным, что ли, он должен быть простым, вот, ну, я выбрал, наверное, самый удачный символ, потому что я вижу тогда конкретно что есть что. Петр Ильич, во сне вот кого спросить? А я во сне никого не спрошу, я сплю, и... сновидение, ну, этот самый есть, да, вот у меня вот внутренний какой-то вопрос, да, и я вот себя осознала, да, вот во сне, к кому я вот там должна обратиться? Вот когда этот вопрос станет частью вас самих, неотъемлемой частью вам, обязательно приснится ответ на этот вопрос. Когда вопрос родился в уме, он еще вас не захватил, а я, знаете, я вот когда вот хочу увидеть мужа во сне, я вижу, я там с ним встречаюсь, общаюсь, да, ну, как-то это, а вот а вот свои вот такие вот вопросы, чтобы его туда вот протащить, ну, как бы, знаете, ну, вот чтобы там вот вспомнить свои вот вопросы, и к кому вот обратиться? Просто сама тебя спросить? Я еще кое-что скажу, прежде чем ответить, к кому обратиться? Еще я кое-что скажу. Дело в том, что у нас, у людей вопросы бывают какие-то обыденные, которые на самом деле не имеют ну, большого значения, а мы пытаемся эти вопросы забрасывать в информационное поле Земли. В этом случае мы никаких ответов получать не будем. но если вся наша жизнь подчинена какой-то одной идее, то в этом случае мы уже напрямую связаны с тем потоком в этом информационном поле Земли, который несет в себе все ответы. Тогда даже можно и вопросы не задавать. А тебе периодически будут приходить ну, как бы, картины, показывающие важность какого-то этапа твоей работы, конкретно что ты должен делать. Или, например, отношение к чему-то или кому-то, это тоже может присниться, потому что это необходимо для этой работы. Будничные или обывательские вопросы, обычно на них ответа нет. Ответ не приходит в сновидение. Ну, предположим, так, например, Гульнур захотела бы узнать будущее отношения со своей дочерью. как им будет будущее. Это вопрос обывательский. Он никакого отношения к внутреннему росту, к росту сознания не имеет. Но так как это очень сильно или очень близко касается человека, очень близко касается, это не просто любопытство, а это как бы жизненная необходимость, то если я задаю вопрос, обращаясь в своё сердце, то я получу ответ. Я ответил куда обращаться, к кому обращаться, потому что я сегодня уже говорил о том, что психическое живёт вне времени и вне пространства, поэтому оно знает и будущее, и прошлое. Если у нас вот такое состояние, то в этом случае конечно оно даст ответ. по поводу вот этой информационного поля что ли Земли, его ещё называют полем Акаши, ну и по-всякому называют, я начал писать на эту тему статью, у меня кусочек этой темы уже есть сегодня, ну маленький кусочек, я там хочу размахнуться и в среду я принесу вам этот материал. из своего собственного опыта я увидел, что все миры как бы далеки они ни были от нас, они находятся рядом. И супраментальные миры, которые кажется где-то в другой сфере реальности, они тоже рядом. Все, абсолютно все миры здесь находятся. И самые низкие миры, и самые высокие миры, и миры там, где смерть и разрушение, тёмные миры, и супраментальные миры, где бесконечная вечность жизни, они все находятся рядом. Помните, я вам рассказывал эпизод, когда я попал на планету, маленькая планетка, на которой я увидел человеческие тела, как комбинзоны пустые, вздувшиеся, ну как бы воздух оттуда вышел, и на груди глаз у каждого из них. Я вам рассказывал об этом мире. А потом, когда я выходил из этого состояния, в котором я находился на этой планете и попал в невероятную такую переделку, где я мог и не вернуться снова на Землю, то я некоторое время находился в промежуточном положении между нашей реальностью и той реальностью. и я видел, что наша реальность, там шкафы книжные у меня, что они полупрозрачные, а та реальность вот рядом, прямо тут же за шкафами, хотя туда, на ту планету я летел через космос, и он меня проглотил, там рот был такой широко раскрыт, и он меня схватил, и я оказался на этой планете. Оказывается, совсем не надо было лететь туда, вот она рядом за стеной, даже стены моей комнаты, в которой я в то время был, они полупрозрачные, я вижу, как вращается там какая-то такая своеобразная присоска, которая должна была сомкнуться надо мной, и я бы там остался. И мало того, когда вы научаетесь, я этим когда-то в свое время занимался, научаетесь вызывать умерших какое-то время тому назад, и общаться с ними, это вполне возможно, я сам этим занимался, и поэтому я говорю, это вполне возможно, то это совсем не значит, что они от вас где-то там на седьмом небе, или где-то в раю, который может быть на сколько-то там световых лет от вас, ничего подобного. Все это находится здесь, прямо здесь, непосредственно, когда мать после смерти Шри, ухода его из своего тела, к нему в своей медитации пришла в гости, она увидела его в его же комнате, который там сидел за столом и работал. То есть все миры, любые миры, они все здесь, я вижу, вижу, они только на разных частотах, а наше сознание, наша способность воспринимать соответствует только какой-то определенной гамме частот, все остальное мы не воспринимаем. И нам никуда не нужно уходить далеко, после смерти мы не оставляем того, ну, места, что ли, в пространстве, в котором мы находились. Мы уходим просто в другое измерение, которое тут же, в этом же месте. Да. Петр Григорьевич, на форуме был вопрос, вот, перекликающийся с тем, о чем вы сейчас сказали. Значит, человек, ну, как бы, общается с душами своих умерших предков, с дедами, прадедами, там, вот, и он спрашивал, что это может означать для него. Я знаю одно, и это, кстати, в своих книгах Моуди подтверждает, я знаю одно, что человеческая душа после смерти физического тела может существовать самая большая, я имею в виду витальная душа, самая большая где-то в течение трех лет вот здесь присутствовать. Потом она разрушается, и уже в параллельном мире, который тут же находится, мы как матрешки эти все миры, как матрешки Сталин один-другой. И тогда мы уже общаемся со своими предками, дедами, бабками, уже мы не с ними общаемся. Мы общаемся с определенными сущностями, которые обманывают нас. А мать писала о том, что у нее тоже был такой опыт, когда она общалась со своими родственниками, ведущими поколениями, общающими. Я об этом говорю на основании того, о чем говорил Шриуро Бинде. У меня был такой эпизод, это было в городе Свердловске, я только что пришел из библиотеки, у меня в портфеле, тогда еще портфели были в моде, у меня в портфеле лежали некоторые книги Владимира Михайловича Бехтерева, это профессор-психиатр, я нашел к своему знакомому, который жил как раз напротив нашей городской библиотеки, мы ее называли Белинко, библиотека имени Белинского, мы ее назвали Белинко. Я зашел к нему домой и смотрю, они там сидят и гадают на блюдце. Я знаю эту технику и спрашиваю, вы кого вызвали? А мы вызвали Пушкина. И что он вам говорит? Он говорит, так много интересных вещей говорит. А вы о каком-то будущем я спрашиваю, спрашиваете? Да, спрашиваю ему. Он говорит, очень интересно нам рассказывает. Я тогда говорю, пожалуйста, спросите Александра Сергеевича о том, какие у меня в портфеле книги. И вот тут началась чехарда. Он, зная будущее, которое наступит через 10-20 лет, не знает, какие книги в настоящем времени у меня сейчас. Он и так эдак вертит, пытается ответить, но он не может ответить, потому что не знает. Это не та сущность, которая может сквозь материал портфеля прочитать название этих книг. А как бы открыть портфель? Правильно, позже увидеть. Если он сумел эта сущность подблюдца залезть к нему, то уж в щелку портфеля он мог бы забраться. подбить. Ну, в общем, потом я им свое мнение по этому поводу сказал, что на самом деле я говорю, духа Пушкина здесь нет. Ну, чаще всего вызывают Пушкина, там, известных людей. Достаю из портфеля книги Бехтерева, говорю, вот что у меня в портфеле было. Поэтому, когда мы встречаем людей, которые они могут встретиться с великими некоторыми великими сущностями, которые не разрушили, что ли, после смерти тела. Но эти великие сущности, наверное, имеют другие, именно не Пушкин и Лермонтов и Виссарион Белинский или еще кто-либо другой. Федор Игорьевич, ну, вообще-то вы, по-моему, говорили уже довольно много лет назад о том, что когда этих сущностей спрашиваешь имя, они не имеют возможности соврать. Они врут, но надо добиваться. Дело в том, что они не говорят свое имя. Истинное имя не говорят. Яхве это имя или нет? И Ягова. А Бог его знает. Нет. Почему? Перевод есть. Что это сущий. Я сущий. Я мне вот я реально существующий. Я сущий. Он не назвал свое имя. А если он всем обучить, что ему бояться назвать свое имя. Так ведь? То есть, если человек верит тому, что ему говорит, такая сущность, человек, получается, попадает под влияние и кормит своим вниманием эту сущность. Не только. Не только. Был у нас здесь, в Ленинграде, в Ленинграде был такой человек, которого я хорошо знал, потом они уехали в Латвию, который очень много занимался спиритизмом. Существует много форм спиритизма. Фамилия этого человека Белов. Ну, это не тот писатель Белов. У нас однофамильцы много. Зориных он тоже как нерезаных собак. Но они никакие не родственники мне. И вот он занимаясь спиритизмом, там нужно четыре человека для начала. Он наконец настолько, простите меня за такое выражение, настолько насобачился, что у одного все получалось хорошо. А потом он увидел, что совсем необязательно иметь эти блюца, эти скамеечки, еще там другие бывают варианты, платшетки, например. Совсем необязательно. Он просто может спросить и получить ответ. И вот с тех пор, когда он стал спрашивать и получать ответ в голове, тот, кто поселился в голове, он овладел им. Идет, он сам про себя рассказывает, Белов, я, я, говорю, иду на работу, подхожу к метро Ломоносовское, как раз он в тех краях жил, подхожу к метро Ломоносовское, а он мне в голове, с головы говорит мне, поверни налево. Я повернул налево. Прошел некоторое время, он мне, повторяя снова, поверни еще раз налево, я, поворачиваю налево, упираясь в стену дома. Он поправляет еще раз налево, я, как дурак, начинаю веркеться на месте. И этот голос стал его преследовать, чем бы он ни занимался, он постоянно вводил его в состояние стресса такого своеобразного. Он говорит мне, для того, чтобы избавиться от него, не слушаться, а делать, возникает сильнейшая тревога, когда я его не слушаюсь, тревога, которую преодолеть я не могу, и, знаете, легче послушаться этого голоса и сделать так, как он велит, чем поступить по-своему. мне на это потребовался около трех лет. Вот какие могут быть ситуации. Об этом он мне рассказывал, когда я был уже в Риге, у нее в гостях, и он тогда мне рассказал о том, что это одна даже из причин, говорит, была, почему я все-таки решил оставить Ленинград, я надеялся, что я уеду от него, что он здесь в Ленинграде питает. Но, говорит, он уехал со мной, мне пришлось эту работу продолжить и там, еще. В интернете очень много материалов, вот таких вот людей, которые там с кем-то вступают в контакт, а потом это печатается широчайшими тиражами, и из одного сообщества в другое, из одного блога в другой переходит. И это просто какое-то повальное явление массовое. Ну, я думаю, вы помните, когда мы были еще в ДК-связи, вот к нам пришла женщина, вот как раз у нас летела комета Хейлбоппа, вы помните, да? Она пришла к нам и сообщила, мне сообщила и попросила, чтобы я позволил ей в зал об этом сказать, что в хвосте этой кометы летит космический корабль. английский. Что? Английский. Там, командир корабля был англичанин, да, у него имя было английское. Да, орел или сокол, как по-английски? Кто знает? Она назвала имя капитана этого корабля и английское. Я ее спрашиваю, а с какой стати это космический, там инопланетянин, а имя такое. Не знаю, мне так сказали. Разумеется, никакого корабля не было, а вот эти контактеры, их называют контактерами, на самом деле это люди, которые оказались под влиянием всевозможных вот таких сил. Так как ничто в этом мире не случайно, то всевозможные противоречия этого мира, его ложь и насилия также для чего-то нужны. Можно рассматривать все происходящее в этом мире как раскрытие определенных его возможностей. Но для чего-то это раскрытие возможностей необходимо, и так как все в мире взаимосвязано, и как мы уже говорили, не случайно, то сам собой напрашивается ответ, в котором раскрытие возможностей внешнего мира и способность человека к самосознанию имеет одно и то же предназначение. Мы об этом сегодня говорили. То есть на самом деле наш современный мир как нельзя в большей степени подходит для того, чтобы мы могли успешно делать нашу внутреннюю работу. Здесь следует сказать несколько слов об искренности. Искренность в духовной работе это неуклонное следование к избранной цели, когда никакие соблазны не способны увлечь человека за собой. Искренность во многом зависит от воли, удерживающей человека на избранном пути. И она зависит, воля, и она зависит от развлечения. Искренность зависит еще от развлечения. То есть способность отвечать истинным направлением неотложного. Искренний духовный искатель знает, что все эти качества в нем раскрываются и растут по мере того, как психическое существо трансформирует его сознание и ум. Без соответствующих влияний психического существа у человека никогда не появится стремление к духовной работе и искренности в ней. Как мы уже говорили, направление каждого следующего шага, который должен сделать искатель в духовной работе, тоже определяет Бог. И это он делает или показывая состояние, к которому должен стремиться духовный искатель, или же направляет его, этого человека, при помощи всевозможных внешних влияний. При этом он дает человеку знания, подсказывая ему способы, которые он должен применять, чтобы сделать следующий шаг на внутреннем пути. Знания непосредственные. Ну, например, для меня, когда была подсказка, ну, как бы, вот, то, к чему я должен прийти, я это осознал, это было лет 33 назад, вот как раз такое интересное количество лет, 33 года назад, когда вдруг я осознал сильнейший поток ананды, идущий сверху, который шел через меня, даже, думаю, через каждую клеточку моего тела, и он со временем становился все более и более интенсивным. С одной стороны, когда это начиналось, то это было очень приятно, потому что это состояние такого блаженства, такой любви, такой радости, он усиливается все больше, 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 час от час становится уже теперь одновременно и несет в себе все эти качества, о которых я сказал, а с другой стороны, интенсивность его становится уже непереносимой. Я чувствую, что я должен еще немножечко добавить, и я различусь просто на все клетки, сколько у меня есть, сколько у нас, 100 миллиардов, или сколько клеток, вот на столько частей я различусь. и вот когда он подвел меня к пределу невыносимого, он вдруг стал убывать. То есть на самом деле это сознательная сила, мне было показано направление, практически показано направление в сторону своего сердца, потому что именно тогда, когда мы приближаемся к истинному я, или психическому существу, мы начинаем воспринимать его эманацию как ананду, или к человеку просто приходят знания, он конкретно знает, что надо делать. Или объяснение того, что вот он, например, наблюдаете за эмоциями, за реакциями эго, и вы вдруг конкретно знаете, что вам делать с тем, что вы наблюдаете. Этот проявленный мир, заполненный миражами всевозможных значимостей, рождает в человеке состояние, в котором никогда не бывает покоя. И яркими иллюзиями счастья и удачи, порождаемыми неведением, этот мир создает плотную завесу, скрывающую от человека его истинное предназначение. На определенном этапе внутренней работы человек начинает осознавать, что наблюдение за различными внутренними состояниями, стремлениями и побуждениями формирует в нем центр, откуда это наблюдение происходит. Это очень важно. Я говорил вам уже, что это свидетель формируется. Но вам очень важно осознать, в каком месте он формируется, где он находится. Кстати, у Гурджиева на эту тему тоже есть такие письмена, где он говорит о том, что наблюдайте за собой, когда вы идете, а потом дальше говорит, осознайте того, кто наблюдает за собой, когда вы идете. То есть наблюдателя наблюдателя. Осознайте наблюдателя, который наблюдает наблюдателя. Это вполне возможно. Этот центр осознания или свидетельствования изолирован от всего, что он наблюдает, и недоступен для каких бы то ни было внешних влияний. Со временем свидетельствование всевозможных внутренних состояний и контроль над ними становится полностью автоматическими. И тогда человеку не нужно уделять на это внимание. А у него как бы две личности. Одна делает эту внутреннюю работу, а другая в этом мире действует. Но что интересно, сформировавшаяся эта вторая личность в нём, духовная личность, она не только наблюдает за различными внутренними состояниями и контролирует их, но она в то же время наблюдает и контролирует за поведением самого сказать, какую-то фразу, которая могла бы очень обидеть другого человека, то есть такая промечивая фраза, то внутри него эта фраза проговорится и вот этот некто свидетельствующий не только состояние, но и его самого, его взаимодействие с миром, он ему не позволит эту фразу произнести, он ему не позволит что-то сделать неправильное. И тогда человек начинает осознавать, что все вот эти этапы, когда он наблюдал за эмоциями, наблюдал за реакциями эго и так далее, к человеку приходит знание, что все эти этапы внутренней работы были только подготовкой, необходимой прелюдией к наиболее важной части внутренней работы, осознанию внутреннего покоя, приближающего его к точке здесь и сейчас. Это очень важная точка в духовной практике, так как она соединяет человека с божественной бесконечной реальностью, с божественной бесконечной реальностью. Ее можно представить как точку соприкосновения шара с какой-либо бесконечной поверхностью, имеющую неизмеримую глубину. Это можете представить, вот лежит шарик, он же в точке соприкасается, а эта поверхность бесконечна. И оказывается, каждого человека можно сравнить с таким шариком, который в этой точке здесь и сейчас соприкасается с бесконечностью этой вселенной. Каждый человек несет в себе эту точку соприкосновения с беспредельностью и вечностью, с бесконечным знанием и бесконечными возможностями. Когда человек приближается к точке здесь и сейчас, то это приближение осознается им как нарастающая внутренняя неподвижность. глубокий покой, который ничто не может нарушить. Я тут хочу добавить к этому. При этом меняется очень многое для человека в этом случае. Его движения перестают быть порывистыми. Он, например, дверь шкафа, ну, я так, для примера, он не захлопнет, а он будет закрывать аккуратненько, без всякого стука. он не будет бросать какой-то предмет, книжку или ручку на стол, он аккуратно положит. То есть, получается так, что у человека исчезает какая-то порывистость. Но это в начале, в дальнейшем, по мере нарастания опыта, со временем, когда он всё-таки сохраняет внутри себя состояние покоя, он начнёт замечать, что даже если он делает какие-то движения, ну, например, занимается зарядкой, которым бегает по-советски, бег на месте, то, остановившись, заглянув вовнутрь себя, он вдруг замечает, там покой остался ненарушимым. Каким он был до этого, таким и он продолжает оставаться. Что уже никакие внешние события, насколько бы они были неспокойными, уже не нарушают внутреннего покоя. Но это придётся временем. При этом человек осознаёт в себе состояние неподвижного, наивысшего бодрствования. Вот это очень важно. У нас, когда мы здесь медитируем, мне-то отсюда видно хорошо в зал, некоторые засыпают. Но почему засыпают? Ведь на самом деле, когда мы медитируем, мы стремимся приблизиться к точке здесь и сейчас. Мы стремимся быть максимально неподвижными внутри. Оказывается, когда мы реально приближаемся к точке здесь и сейчас, у нас возникает состояние наивысшего бодрствования. Мы никогда не заснём в этом случае. Это точка наивысшего бодрствования, наивысшего осознания. И когда некоторые из вас при этом засыпают вперёд в медитации, то они так далеки в это время от точки, к которой они хотели бы приблизиться. А мы помним, что восприятие человека в любой реальности мира происходит по созвучию. Если я внутри стал неподвижным, то, следовательно, я действительно по созвучию приблизился к этой точке здесь и сейчас. Я приблизился к тем вибрациям, которые характерны для моего истинного Я. Это понятно, да? И поэтому так важно в медитациях быть внутри совершенно неподвижными. Следовательно, человек может подойти к точке здесь и сейчас только тогда, когда станет недоступным любым влиянием внешнего мира и освободиться от любых его привязанностей, создающих грубые вибрации. Потому что этот мир дает грубые вибрации, а не вибрации покоя. Конечно, целью первого этапа земного путешествия человека является точка здесь и сейчас, которую можно назвать вратами, ведущими в беспредельность вселенной. Остановившись у врат вечности, человек в полном смирении и в глубочайшем покое открывается высочайшим влиянием, нисходящим из этих врат во всё его существо. Прочитав этот текст, человек может подумать, что все его усилия, которые он прилагал на внутреннем пути, являются иллюзией. Разумеется, очень многое то, что мы считаем реальностью, действительно является иллюзией. Так вот, здесь он тоже может подумать, раз всё делает Бог, он меня выбрал, он меня ведёт по этой жизни, он мне подсказывает, в каком направлении я должен делать усилия, да и моя воля это часть его воли, то всё делает Бог. Когда я узнаю, что всё делает Бог, что я буду делать? Ничего не буду делать, зачем? Да вот он делает, ну и пусть делает, если это ему нужно, так ведь? Что он в действительности всё делает Бог, а человек по своему невению присваивает себе то, что в действительности ему не принадлежало. Поэтому от человека реально не требуется согласия идти в направление, в котором ведёт его Бог. Бог ведь никого не спрашивает, он никакого насилия не совершает, он переделывает сознание человека, но в то же время он не спрашивает его, а ты что, хочешь ты идти духовным путём или быть успешным в этом мире? Вот таких вопросов он не задаёт. Поэтому от человека реально не требуется согласия идти в том направлении, в котором ведёт его Бог. И ему совсем не нужно прилагать какую-то волю этому человеку, которая в действительности также ему не принадлежит. Воля человека это часть воли Бога, чтобы придерживаться в направлении ведущего к его предназначению этого человека. При этом можно даже вспомнить слова Христа, когда он сказал, что даже волос головы твоей не упадёт без воли его. После такого рода мысли человек может прийти к выводу, что все его усилия, направленные на освобождение от зависимости от низшей природы и ценности внешнего мира, не имеют никакого смысла, так как духовный путь это путь Бога, но не человека. Кстати, Шри Урабинда тоже говорил об этом, что эта йога не для человека, а для Бога. И вот мы оказываемся перед такой дилеммой, а кто делает эту йогу, и кто ведёт нас духовно, или идёт этим духовным путём. Не являемся ли мы действительно только инструментом Бога в его работе, а человек только инструмент или средство, используемое Богом в своей работе. В такого рода рассуждениях есть только одна сторона истины, и совершенно не принимается во внимание другая сторона, когда мы считаем, что человек инструмент, а всю работу делает Бог. Не принимается во внимание другая сторона, без которой духовная работа не может быть сделана. Рассмотрим подробнее другую сторону внутренней работы духовного искателя. Во-первых, человеку необходимо знать о тех силах, которые управляют им. Он сам или силы какие-то не управляет, он только инструмент, которым пользуются эти силы, или он все-таки что-то значит, как индивидуальность. В человеческом существе одновременно присутствуют две сознательные силы. Это человеческое эго, которое можно еще назвать резидентом сатаны. Оно располагается в области анахата чакры, впереди ее. Эта сила привязывает человека к низшей природе и значимостям этого мира. Второй сознательной силой является психическое существо, искра божественного сознания, располагающаяся позади сердца. Вот почему, когда человек получает просветление, мы говорим, психическое существо вышло на передний план, на то место, где было прежде эго. так ведь оно потеснило его. И, наконец, сознание человека, которое можно было бы поместить между этими двумя силами. Но действительно, все оно у большинства людей находится под управлением эго, которое полностью развернуло его, сознание человека, в сторону внешнего мира и сделало его, человека, своим инструментом. человеческое сознание является основным носителем его индивидуальности, который божественный дал часть своей воли и часть своих стремлений к бесконечному совершенству. Поэтому человек это не просто инструмент. Человек как бы отделил от себя и дал ему, вот теперь ты можешь этим пользоваться по своему усмотрению. Но эго, овладевшее сознанием человека и использует его волю для реализации желаний и всевозможных эгоистических амбиций. А стремление к бесконечному совершенству оно направило на стремление к обладанию материальными ценностями этого мира, удовольствием и, главное, к получению неограниченной власти над всем сущим в этом мире. Как был извращен божественный дар. Изначально сознание было представителем психического существа в этом материальном мире, его посредником между внешней реальностью и сознанием, скажем. Но в дальнейшем эго отделило сознание человека от психического существа и этим самым получило власть не только над человеком, но и над всем человеческим миром. Это сообщение может породить у человека мысль, что на каком-то этапе эволюции сознания на земле сатана одержал победу над богом. Разве не похоже? Похоже. Но это не так. Потому что реально никто ни с кем не боролся. В нашем мире есть иллюзия отделенности от бога, которая порождает опять-таки иллюзию самостоятельности принятия решений и выбора направления усилий. У сатаны может быть иллюзия своей независимости от воли бога, которая позволяет ему противостоять богу. Но в действительности божественный недоступен влиянием темных сил, так как его представительство в человеке имеет высокие вибрации, превосходящие по своей частоте вибрации темных сил. Отсюда для сатаны доступно только то, что созвучно ему самому. Так он может противостоять богу, но никак. Каждый раз это будет мимо. Это одинаково, что мы поместим бога на каком-то высоком уровне, а сатана внизу будет размахивать какими-то саблями, пиками, чем угодно еще. Он не может достать его. Но это, разумеется, так только метафора. В своем стремлении к бесконечному совершенству человек никогда бы не осознал тех своих частей, которые созвучны темным силам низших миров и которые препятствуют восхождению его сознания, если бы не стремление сатанинских сил, действующих через человеческое эго удержать его привязанным к низшим природе и значимостям этого мира. Эти силы проявляют в человеке те его возможности, которые в духовной практике должны быть трансформированы или отвергнуты. Сатане кажется, что вот он делает то, что противостоит Богу. А на самом деле он проявляет то, что должно быть трансформировано. Ему хочется противостоять Богу, но каждый раз он делает то, что необходимо для духовной работы. Вот безвыходное положение. Он по-другому не может, может действовать только так, но каждый раз это получается совсем не то, чего он хотел бы, скажем, сатана. Именно через эти возможности тёмные силы стремятся привязать человека к низшей природе и не дать ему подняться над обыденностью этого мира. Но мы уже говорили, что у человека есть два центра сознательной силы, и второе из них психическое существо, которое по мере своего роста постепенно трансформирует сознание человека, освобождая его от власти тёмных сил, что в конечном счёте ведёт к трансформированию в нём тех предпочтений, которые приближают человека к точке здесь и сейчас. При этом осознание человека своей индивидуальности и способности к осознанию индивидуальным и способность к осознанным индивидуальным болевым усилиям, имеющим определённую направленность, ни в коей мере не страдают. Человек сохраняет свою самоидентичность. Напротив, осознание собственной самоидентичности становится более выраженным и появляется состояние осознанной пробуждённости, то есть он становится куда более сознательным, он настолько перерождается, возникает состояние пробуждённости. Такого рода признаки появляются в каждом человеке по мере его приближения к точке здесь и сейчас. Состояние пробуждённости. Таким образом, воздействие на сознание человека этих двух сознательных сил приводит духовного искателя к точке здесь и сейчас. Без их совместной работы человек никогда не придёт к этой точке, никогда не поднимется на ту вершину, которая в конечном счёте приведёт его к гностическому существу, бессмертному. Здесь, в этой точке, всё человеческое существо окончательно освобождается от всего, что созвучно с миром значимости, который является инструментом низшей природы. И нет для человека, живущего в этом земном мире, других способов и других путей, которыми он мог бы прийти к воротам своего бессмертного будущего. других путей не существует. В конечном счёте все пути, я бы так сказал, перерождаются в этот путь, каким бы он ни был, этот путь в самом начале. Дальше у меня статья, когда мы общаемся, в которой я практически говорю о том, как должен себя человек вести, человек, идущий духовным путём. При общении. Тут вы скажите, но если я ещё не изменился внутренне, и я буду общаться внешне так, как будто бы я уже далеко продвинулся по духовному пути, то не будет ли это нечто искусственное? Помните, я вам однажды рассказывал, как нужно себя готовить, например, к выступлению. Я даже тут на сцене ходил взгляд вперёд, приводя себя в состояние внутреннего равновесия. Оказывается, при помощи внешних средств можно изменить себя внутренне. Если мы, конечно, в этом искренне, если мы именно к этому стремимся измениться внутренне, тогда внешние средства нам помогают. Если же мы внешние средства используем для успеха во внешнем мире, в котором мы хотим казаться, то, разумеется, при этом мы внутренне не изменимся. То есть, одно и то же внешнее поведение человека будет иметь различный результат. В одном случае это наше поведение изменит нас, а в другом мы останемся неизменными, а может быть, станем ещё хуже, чем были прежде. Я здесь об этом в этой статейке говорю. Ну, практически я вам это уже всё сказал. И в среду мы с вами кроме того, что рассмотрели сегодня, я буду говорить о мирах, которые все здесь. Я так и назвал статью «Все миры здесь». А следующая тема будет очень серьёзная, которую я назвал «Формирование русла пути». тот путь, которым мы идём в этом мире, мы должны его сформировать, мы должны сделать его руслом, берега которого не позволяют нам отклоняться куда-либо от этого русла. Это очень важно. Мы очень часто, ну, например, так, я сегодня усердно занимаюсь внутренней работой, а завтра мне совсем некогда. Завтра я занят или у себя на работе, или там дом по хозяйству, или там с соседями общаюсь не самым лучшим образом, ну, где угодно, и чем угодно. А потом после адрес похватился и снова начинаю заниматься. Оказывается, таким способом мы никогда не сформируем внутреннего русла. Вот, и никогда мы не создадим внутри себя, ну, я так бы сказал, это будет правильно, хотя, может быть, некоторым это выражение не нравится. Никогда мы не создадим внутри самих себя состояние зависимости от того пути, которым мы идём. Есть разного рода зависимость. Зависимость от этого мира суживает и всё, что связано с этим миром, проявленным с его ценностями, значимостями, суживает наше сознание. Зависимость от мира духовного, от духовного пути, который использует весь этот мир, он раскрывает нам, перед нами этот мир с его значимостями и как бы снимает с этого мира маски, и мы начинаем воспринимать мир в том диапазоне, в котором, если бы мы оставались привязаны к нему, мы бы никогда не смогли увидеть мир во всей его подобной полноте. Поэтому быть зависимым от духовного пути, это очень богородное, очень высокое состояние. И об этом мы будем говорить с вами в среду. Ну и, наверное, на сегодня всё. Всего доброго, до свидания.